Новое оружие футбольных фанов. Чем опасны для Земли дешевые спутники и к чему призывают мужчин британские принцы Гарри и Уильям? Об этом и не только в нашем международном обзоре. Запуск дешевых спутников может привести к резкому увеличению объема космического мусора на орбите, а это значительно увеличит риск столкновений в космосе. К такому выводу пришли ученые Саутгемптонского университета. Они подсчитали, в ближайшие 200 лет количество столкновений между космическими аппаратами может вырасти по меньшей мере в полтора раза. Только сейчас на орбите около 1300 искусственных сателлитов. Чтобы избежать столкновений, ученые рекомендуют перемещать спутники после окончания их миссии на низкую орбиту, и они будут сгорать в земной атмосфере. Форсаж-8 стал абсолютным рекордсменом по сборам за первый уикенд в мировом прокате. Фильм собрал 532,5 миллионов долларов. Таким образом, картина побила прошлый рекорд, поставленный фильмом «Звездные войны. Пробуждение силы», собрав на 3 миллиона долларов больше. Примечательно, что в США, где сняли «Форсаж», картина оказалась не такой популярной, как «Звездная сага». На американском рынке она собрала на 47 миллионов меньше. Создатели планируют выпустить девятую часть «Форсажа» в 2019 году, а юбилейную десятую – еще через два года. Британские принцы Гарри и Уильям призвали мужчин не бояться психологической помощи. Об этом представители королевской семьи сказали в интервью для журнала благотворительного общества «Компания против несчастной жизни». Братья считают, что именно мужчинам часто приходится нелегко, ведь им нужно притворяться, что все в порядке. Они попросили представителей сильного пола говорить с кем-то, если чувствуют, что это поможет. Принц Гарри ранее признался, испытывал серьезные психологические проблемы после смерти матери принцессы Дианы. На Филиппинах ученые впервые поймали гигантского корабельного червя. Это пока что единственный представитель вида, которого удалось изловить живым. Обитатель морского дна создает вокруг себя панцирь из твердого металла, обитает в раковинах в мелких филиппинских лагунах и питается парами сероводорода, которые образуются от гниения упавших деревьев. Напряженные отношения США и КНДР вдохновили певицу Лану Дель Рей на песню. Композицию певица написала после фестиваля музыки и искусств в долине Качелла. Фрагмент она выложила в Инстаграме и подписала. Испытывала смешанные чувства во время фестиваля, когда танцевала и одновременно наблюдала, как растет напряжение в отношениях с Северной Кореей. По словам Дель Рей, она надеется, что молитва за мир хотя бы одного человека может внести большой вклад в прекращение конфликтов. За 12 часов видео набрало больше миллиона просмотров. Датские фанаты забросали команду соперника дохлыми крысами. Инцидент произошел во время матча Брондбю-Копенгаген. Единственный мяч за всю игру забил футболист Копенгагена. За пять минут до конца основного времени другой игрок этой команды пошел выполнять угловой удар. Именно тогда недовольные фанаты Брондбю начали бомбардировать футболистов Копенгагена, которые находились возле трибун дохлыми крысами. Копенгаген и Брондбю являются непримиримыми соперниками и одними из самых титулованных клубов Дании.